Поиграйте Да, в моём представлении именно так должен выглядеть идеальный ролик об Outer Wilds Не, ну а чё вы ещё хотели, когда голосовали за неё у меня в Телеграме? Эту игру очень сложно рекомендовать, но спроси у любого, кто в неё играл и кто прошёл Практически все ответят что-то вроде Братан, сеструх, ты просто начни проходить, в один момент ты сам всё поймёшь Только желательно ничего не читай про эту игру и не смотри И знаешь что? Они абсолютно правы И это даже не тот случай, когда тебе вслепую предлагают поиграть в, ну скажем, милую игру про милых анимешных девочек А оказывается, что... Кхм, не важно А потому вот тебе ключик, вырубай видос и иди играть Ведь далее пойдёт, ну, видимо, тот самый ролик, который вы ждали И в нём будут спойлеры Много спойлеров Перед спойлерным сегментом в углу будет мигать вот такой значок с таймкодом для скипа И в момент, когда он перестанет мигать, значит спойлеры уже пошли Эти правила, я думаю, мы уяснили Но я всё ещё рекомендую вам пойти самостоятельно поиграть в игру, а потом возвращаться А те, кто уже прошли её... Зачем им этот видос? Видите этот парадокс? Посему, видимо, останутся здесь те, кому абсолютно насрать Что ж, присаживайтесь, сейчас расскажу чё к чему Для начала обозначу, что Outer Wilds это игра про исследование солнечной системы И лучший космический симулятор из всех существующих на данный момент Не, ну Михаил Михайлович опять насрал Сколько космосимов существует... А давайте действительно посмотрим Не мужицкое небо, больше выживач, нежели космосим Starfield загружается В Star Citizen корабль стоит денег, как реальный шаттл Ну, хотя ладно, это вполне себе симулятивно В элитке сложное симуляторное управление В F-Online куча расчётов в таблицах Excel Математика и точные расчёты важны для полёта в космос Так, я чё, сейчас свой же тэк разъёбываю? Ну ладно А ваши космосимы умеют? Вот так Ну... да, умеют Не-не-не, ты не понял Могут ли они вот так? Аутервайлз это лучший космосим, потому что здесь реализована полноценная симуляция всех небесных тел в Солнечной системе А это, в общем, около 8 крупных тел планетарного масштаба и ещё несколько спутников с кометой Они вращаются вокруг своей оси, по заданной орбите, на них происходят природные явления И всё это в реальном времени, постоянно, независимо от твоего местоположения на карте К примеру, вот есть комета Она покрыта льдом, и приближаясь к Солнцу, лёд начнёт таять Ты можешь покинуть пределы Солнечной системы, а комета продолжит проходить через этот процесс И это даже можно прочекать на глобальной карте, которая по факту является отдельной камерой над системой И при всём при этом ты перемещаешься между этими небесными телами бесшовно Как у создателей это получилось и в чём подвох? В размерах Солнечная система небольшая, а планеты своими масштабами напоминают иллюстрации маленького принца Обойти почти любую планету можно за минуты две пешком А пользуясь джетпаком и банихопом, так вообще за считанные секунды Но эти размеры и куча математики позволила создать реальную симуляцию космоса Each planet is a rigid body, like a physically simulated object moving through space affected by forces And so is everything else, like everything in the game You know, if we were a different game, we could get away with saying like You know what, we'll just fudge it, we'll just like, you know, fake it when you're on this planet And it'll look right But because Outer Wilds is a game about simulation and about truth and systems That was top of my list for things I didn't want to do It was fake anything Это всё круто И даже несмотря на размеры, полное исследование может занять у вас от 20 до 30 часов Каждая планета функционирует по-своему У каждой своя скорость вращения На каждой происходят свои природные процессы На каждой своя гравитация И уместить всё это в одну бесшовную систему Особенно учитывая, что ты можешь оставить корабль на одной планете и сам находиться на другой Это техническое чудо Солнечную систему нам предстоит исследовать на нашем деревянном корабле Камелянская космическая программа началась совсем недавно Но даже с такими примитивными технологиями у неё уже есть легенды О которых нам с удовольствием расскажут А чтобы нам стать таким, придётся научиться управлять кораблём Сначала на миниатюре, а потом и на практике А также нашими космическими инструментами У нас есть переводчик с языка древней цивилизации Намай Протестировать его можно в музее, и он определённо точно нам пригодится Кстати, вот статуя представителя Намай Дрон-разведчик с камерой и возможностью проникать туда, куда мы сами не можем Сигналоскоп с возможностью переключения на разные частоты С его помощью можно ловить сигналы, например, от тех самых легенд Которые сидят на других планетах и играют мелодию Если в космосе подобрать правильный угол То можно собрать все инструменты разом И услышать главную тему полностью Ну и конечно у нас есть верный скуфандр Который можно случайно порвать И джетпак, в котором топливо может закончиться И придётся летать на баллоне с кислородом Пока он не закончится и мы не задохнёмся Всё это чинится и заправляется прямо на корабле Корабль тоже чинится, но если повреждения не критичны Но хватит болтовни, идём к роговику в обсерваторию Берём ключи запуска, поднимаемся, заводим двигатель Вперёд И пока мы летаем по планетам Общаемся с другими путешественниками Жарим зефирки и, ну, учимся управлению, естественно В один момент начинает играть музыка Ты выглядываешь в иллюминатор и думаешь А солнце всегда было таким? О, так это конец Но я... 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 Игра начинается заново, но коды запуска мы уже помним. Нет. Нет! 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 Аутервайлз — это лучший в индустрии космосим и, наверное, единственная, как минимум из недавних, удачная игра с концепцией временной петли. Фаготон Сити, я тебя помню, я в тебя не играл. Главная цель? Ну пусть будет остановить 22-минутный цикл. В этом нам помогут собранные данные из других планет, а также борт-журнал нашего корабля, который обновляется каждый раз, когда мы что-то находим. Эти данные сохраняются и компонуются в удобную схему, которая дает нам наводку, типа, что делать дальше. И вот тут тебе открывается полная свобода, ведь вопрос, с чего начать, здесь вообще не стоит. Правильного ответа на него нет. Но поскольку у нас структурированные обзоры, нам надо с чего-то начать, предлагаю начать с камелька. Наша родная планета полна тайн, некоторые из которых спрятаны в музее. Например, камень, работающий по законам квантовой логики. Стоит тебе отвести от него взгляд, так он уже в другом месте. А точнее, он уже находится во всех местах сразу, но в конкретном месте он находится только в присутствии сознательного наблюдателя. Наш сигналоскоп теперь способен улавливать квантовые флуктуации, и, судя по всему, в небе есть какой-то большой квантовый объект. Вселенная — опасное место, ведь в ней присутствует некая призрачная материя, убивающая всё, что движется. Она невидима, но камера нашего дрона способна уловить призрачные излучения. На обратной стороне планеты есть кратер, в котором Тектит нашёл семечко чёрного терновника. Если просканировать его сигнал, то мы услышим гармошку, а попытавшись запустить туда дрона, можно понять, что это кроличья нора куда глубже, чем кажется. А ещё глубже, буквально в глубинах планеты, наверняка должны быть шахты, потому что... А как без подземных ресурсов ты пробуришь небеса? Наш корабль всё-таки не только из дерева, плюс добывать гравитационные камни тоже надо. Но, судя по здешним записям, шахту эту рыли далеко не камеляне, а ещё на май в далёкие времена. Значит, они жили здесь, вероятно, ещё до появления нас. И, судя по записям, им нужно было очень много руды для чего-то особенного, для некой обшивки на часе пепла. А рядом стоит вот такой проявочный стол, на котором мы можем увидеть проекцию. Довольно жуткую, если честно. Пока зафиксируем и отправимся на следующую ближайшую точку. Маленький шаг для камелянина и большой шаг для всего камелянчества. Террикон — это естественный спутник, на котором ничего нет. Шучу, здесь, конечно, сидит Эскер. Он клёвый. А также на Луне есть вот такое устройство. Информация из свитка говорит нам о том, что это некий локатор сигналов, который построили на Мае, чтобы найти некое Око. И у них не получилось. Они решили, что нужен более совершенный локатор, и строить его надо в другом месте. Точно не на часе угля, так как там уже установили локатор квантовой Луны, и он плохо работает из-за жара Солнца. А вот ледник пустотной сферы определённо подойдёт для строительства, да даже не просто локатора, обсерватории. Айда туда. Вся ненормальность Outer Wilds начинается отсюда, когда ты наблюдаешь планету, которая трескается по швам, а отколовшиеся куски падают в чёрную дыру, которая здесь вместо ядра. Бизарненько. На Южном полюсе действительно есть обсерватория, но замок сломан, и прямого входа туда нет, о чём в лежащем рядом аудиодневнике сообщает Рибик. Кто такой Рибик? Вот этот пухляж с банджо. Он клёвый. Рибик мечтает посмотреть висячий город, в котором можно найти святилище Ока. Здесь на Майи, ну, просто философствуют о том, чем может быть Ока Вселенной. Что оно вообще такое? Ааа, действительно, что оно вообще такое? Когда-нибудь нам это предстоит узнать. Здесь есть ещё роща с деревьями и тем же квантовым камнем, на котором есть надписи, намекающие, что ВОЗМОЖНО, это кусок той самой странствующей Луны. Квантовой Луны. А ещё здесь есть так называемая башня квантовой истины. В ней можно получить просветление в квантовой механике. Точнее, можно было бы, если бы путь на вершину башни не был сломан. Долететь наверх невозможно, но... Планета ведь разваливается. Да и прочность структуры уменьшается. А значит... Йоу! В невесомости нам теперь никакой антиграф не нужен. В башне есть вот такая структура с типа локатором, которая показывает текущее положение квантовой Луны, а также информация о паломничестве на эту самую Луну, которая необходима для путешествия. А ещё тут есть архивный диалог Бадана и Саланум, о том, что Саланум после пребывания на пучине гиганта готова лететь на квантовую Луну. Бадан также напоминает ей, что шестое положение доступно только когда построенное на Май святилище находится на Северном полюсе. Забегая наперёд, скажу, что ни один локатор, определяющий местоположение квантовой Луны, не был идеален. В один момент могли случиться помехи, и прицел локатора просто вертелся бы по кругу в попытке обнаружить Луну на одном из стандартных пяти положений, но безуспешно. Что и навело на Май на мысль о существовании шестого местоположения. Возможно, орбиты самого ока Вселенной, по дальнейшим полученными на Май данными старейшего объекта во Вселенной. Что бы это ни было. Ах да, и пока мы здесь, пару фактов. В игре непривычно и неинтуитивно обозначаются полюса на радаре. Синий это южный полюс, а красный это северный. Не зная этого, запутаться будет так же легко, как и упасть в черную дыру случайно. Спасение тебя в таком случае будет ждать на станции Белая Дыра. На ней есть телепорт обратно на пустотную сферу. Для этого ты включаешь вращение станции, становишься на платформу и смотришь вверх, пока в твое поле зрения не попадет пустотная сфера, после чего тебя перенесет. Вся механика, что связана с телепортами, работает здесь именно так. И все необходимые телепорты синхронизированы так, чтобы все небесные тела так или иначе попадали в поле зрения. Ну а раз Соланум полетела на квантовую луну после пребывания на пучине гиганта, то, видимо, нам и нужна. Это планета с плотной атмосферой, газовый гигант все-таки. Атмосферное давление здесь настолько сильное, что даже с джетпаком подлететь выше, чем на метр у нас не получится. Ну и гравитация тоже делает свое дело. Здесь бушует торнадо, под водой сильное течение, выталкивающее нас, плавающие острова, которые эти торнадо иногда поднимают за пределы атмосферы, дно еще какое-то электрическое, короче, недружелюбное местечко, а еще здесь чилит Габра. Он клевый. Габра единственный из всех камелян, который осознает, что да, мы находимся во временной петле. Он предполагает, что это связано с нашим контактом со статуями Намай. На него, так же как и на нас, посмотрела статуя здесь на пляже, когда он ее нашел. Пляж находится на одном из островов, на котором есть мастерская по изготовлению статуй. Мастерская тоже закрыта, но в нее легко можно проплыть под водой. Записи здесь рассказывают о Намай, которые синхронизировались со статуей, и теперь будут получать воспоминания, которые будут отправляться в хранилище проекта Час Пепла. А также Намай рассуждают о природе отправки воспоминаний в прошлое. Мол, а не тоже ли это самое, чтобы отправить кого-то в прошлое? Хммм... Статуи связаны с воспоминаниями и проектом Час Пепла, который хранит эти воспоминания и, вероятно, отправляет их в прошлое. Может быть, проект Час Пепла связан с этой временной петлей? Но это еще не все. На острове с замороженной медузой и, видимо, куском терновника, есть аудиодневник от Шпата, который смог добраться до ядра Пучины Гиганта. Как? Непонятно. Но после этого он отправился к Черному Терновнику. Мы, конечно, тоже можем пойти по его следу, но... Оу... А здесь... Жутко. Он еще больше, чем снаружи. А еще... БЛАХ! Ладно, туда нам пока точно рано. Вместо этого давайте слетаем на вот этот остров. Здесь на Мае собирали орбитальную зондовую пушку, состоящую из трех модулей. Запуска, управление и отслеживание. Камни проекции позволяют нам увидеть эти модули внутри. Во время запуска пушки на орбиту один из модулей так получилось... Утонул. Побывав на самой пушке, можно узнать, что утонул модуль отслеживания. А сама она запускала зонд в рандомных направлениях, чтобы обнаружить координаты ока Вселенной. Хотя... Как модуль утонул, непонятно, ведь на практике подводное течение должно было этому помешать. На Мае спустотной сферы воссоздали в обсерватории модель природных условий пучины гиганта и предложили ребятам прийти и посмотреть, в чем дело. Путь до обсерватории лежит под землей, а гравитонель проходит недалеко от башни квантовой истины. В обсерватории мы узнаем, что на пучине гиганта есть торнадо, да? И они поднимают все вверх, да? Ну да. Но только не те, что вертятся против часовой стрелки. Такие, наоборот, погружают предметы под воду. Вот теперь-то мы говорим. Но этого, увы, все еще недостаточно, чтобы доплыть до ядра. Теперь нам мешает электрическое поле, и только шпат знает, как его преодолеть. Но! Теперь нам ничего не стоит заглянуть в то, что скрывает большое торнадо. А тут у нас еще одна башня квантовой истины, обучающая нас квантовой механике уже на практике. Главный принцип, которому нас здесь обучают, смотреть на изображение квантового объекта то же самое, что и смотреть на него самого. Т-т-т-то, то есть вы понимаете, что это значит? Зафиксировать наблюдение за квантовым объектом может наш дрон. А значит, нужно запустить дрона под таким углом, чтобы он всегда наблюдал орбиту квантовой луны, и тогда мы... Перейдем к этому позже. Планетарная система Песочные часы это удивительное явление. Говорю так, словно пустутная сфера, это неудивительно. Две планеты с синхронизированной орбитой вращаются друг вокруг друга, и с пепла на уголь идет массивный пескопад. Ну, песок в смысле падает. И в этом песке со временем полностью утопают все ущелья и каверны, а значит, нужно их исследовать как можно быстрее. Но мы начнем с поверхности часу угля. Здесь, как и на Терриконе, присутствует локатор квантовой луны. Более того, именно здесь на Мае впервые обнаружили и предположили наличие у луны шестого местоположения. А еще на поверхности живет кремень. Он клевый. Если спросить у кремня, куда здесь можно пойти, он укажет на обломки корабля на Мае, от которых идет синий луч в небо. Скажу прямо, это не корабль, а спасательная капсула, чью частоту мы теперь можем ловить в сигналоскоп. И это одна из трех капсул. Еще одна находится как раз на пустотной сфере, а третья... Э, неизвестно где. Проходим ниже и... Тут оказывается развилка с инструкцией по тому, как добраться до ближайшего поселения на Мае. Следуя ей, мы окажемся в темном городе. С чего бы начать? Гравитационная пушка. К ней можно выйти через поверхность, а еще такая же находится на пустотной сфере. И, поигравшись с пультом управления, можно притянуть шаттл на Мае. Этот шаттл телепортируется с чужака, кометы, где он замерз. А если такой же пушкой воспользоваться на пустотной сфере, то шаттл вернется с квантовой луны. Экипаж кометного шаттла состоял из трех на Мае. Двое отправились вовнутрь чужака, так как обнаружили там странный сигнал. И, чтобы не тянуть время, спуститься под землю чужака можно, когда он будет пролетать рядом с солнцем, и растаявший лед откроет нам пещеры. Ну, а вернуться потом будет проблематично, так как поверхность снова замерзнет. Внутри чужака будет множество тоннелей, которые необходимо проверять разведчикам на предмет призрачной материи. Ее тут дохрена. А знаешь почему? Потому что именно внутри кометы было это ядро с материей, которое разорвалось и заполнило солнечную систему, что и привело к гибели на май. Возвращаемся в темный город. В одной из пещер можно найти скелет удильщика, пробраться к которому можно только через жопу. Буквально через жопу удильщика. Здесь ребятня любила играть в этого самого хищника из черного терновника и каким-то образом эти дети смогли понять одну очень интересную анатомическую особенность данной рыбы. Удильщики слепые, а значит ориентируются они только на слух. Эта информация может очень хорошо помочь нам в поисках шпата. Здесь же есть и святилище ока вселенной, от которого нам сейчас ни холодно, ни жарко, а последняя точка города это высокотехнологичная лаборатория. На ней на май разработали телепортационные башни. Расположены они на соседнем близнеце. Каждый из них выглядит под стать планете, куда она телепортирует. А также исследуя черные и белые дыры была обнаружена временная аномалия. Дело в том, что предметы при высокой подаче энергии на гиперядро, которое генерировало черную дыру, вылетали из белой дыры еще раньше, чем залетали в черную, а потому дублировались. Это можно проверить прямо здесь в инкубаторе. Подаем энергию, запускаем. Да, это правда. А чтобы понять аномалии это или оптическая иллюзия, давайте вытащим одно из гиперядер прямо в момент клонирования. О, два одинаковых дрона. А во временном континууме всегда была эта трещина? Че происходило? А вообще, для чего это все? На мае пытались расширить эту аномалию до интервала 22 минут. Расписано там все немного сложно, поэтому я поясню проще. Дело в том, что на мае хотели найти око вселенной как можно скорее, но постоянно запускать и возвращать зонд это запарно и тратит много энергии, которой у них и так немного. Поэтому они решили с помощью этой временной аномалии создать 22-минутный цикл, в течение которого зонд будет лететь в случайном направлении в поисках сигнала ока вселенной. А спустя те самые 22 минуты возвращаться во времени с полученными данными и запускаться снова в другом направлении в случае неудачи. Ну и до кучи, кроме зонда, было решено закольцевать всю солнечную систему, а чтобы память на новом витке петли не терялось, было построено хранилище этой памяти, синхронизация с которым происходила через эти самые статуи. Это и есть суть проекта Час Пепла. Почему именно 22 минуты? Потому что именно столько, исходя из расчетов, должно потребоваться зонду, чтобы долететь до места предполагаемого сигнала. Но видишь ли, энергии и ресурсов для такого проекта потребуется дохрена. Руду для обшивки уже спиздили с камелька, это мы помним, на прочность ее даже тестировали в вулканах пустотной лампы, но вот энергию-то откуда взять? Ну, как откуда? Из нашей звезды? Солнышко, вокруг которого парит вот эта станция. Видимо, с солнечными батареями, да? Попасть на солнечную станцию можно двумя способами. Первый это посадить на нее корабль, но тут нужен прям высший пилотаж, и за это еще даже ачивку дают. Я же летать не умею, поэтому воспользуюсь остроконечной телепортационной башней. Летим на час пепла, еще надо подождать, пока песок сойдет, становимся и ждем. И вот мы на станции. Ну-ка, где тут эта солнечная панель? А-а-а. То есть, вот так на Майи хотят, да? Радикально, да? С помощью солнечной станции они хотели взорвать солнце, чтобы сверхновая выработала достаточно энергии и для проекта час пепла, и для зондовой пушки, и для телепортов, и для вообще всего. Но у них ничего не получилось, солнце не взорвалось, и на Майи приняли решение на время, очень долгое время, отложить проект. А по итогу они и вовсе не дожили до его старта из-за призрачной материи. Да, чтобы было понятно, солнечная система на грани своей естественной гибели. Солнце не сразу взрывается, становясь сверхновой. Сначала оно проходит через процессы своего расширения до красного гиганта, а в дальнейшем до моментального сжатия и полной аннигиляции. Занимает это как раз 22 минуты, с того момента, как солнечная активность усилилась. И именно она привела в действие проект Час Пепла. И все, что планировали на Майи, сработало. Но результаты проекта зависят уже от нас. Результаты проекта, ради которого на Майи на звездолете прилетели в эту солнечную систему. Ну, как прилетели. Звездолет был съеден терновником, там же находится одна из трех спасательных капсул. А все остальное, что на Майи оставили здесь, это в большей степени даже попытки их выжить, нежели что-то понять. Думаю, с этими знаниями мы уже можем отправляться на квантовую луну. Вспоминаем все, чем у нас учили, стреляем фотодроном, фоткаем луну и призе прилуняемся. И мы... на камельке? Чё? Да. Дело в том, что поверхность квантовой луны приобретает вид планеты, на чьей орбите она находится в данный момент. И благодаря светилищу, сейчас где оно, вот оно, мы можем путешествовать по разным планетам. Но нас-то, конечно, интересует шестое местоположение. О, ко вселенной я иду! Закрыто? Да, все не так просто. Вспоминаем правила шестого местоположения. Сначала надо попасть на северный полюс. Луна всех и каждого встречает на южном полюсе. И чтобы попасть на северный, надо постараться попрыгать по орбитам через светилище, чтобы найти открытый путь на север. Там уже знакомым методом пытаемся поймать светилище на нужной позиции, а затем открываем дверь на шестом местоположении. Вот оно. Око вселенной. Ну, точнее, квантовая луна выглядит как око вселенной, и тут мы даже можем встретить Намай Фурил. Привет, ты кто? Намай не знает нашего языка, но мы можем перевести Намайское письмо, поэтому диалог мы будем вести с помощью камней с тезисами и камней функций определения и объяснения. Вот, например, ты и определение буквально задает вопрос кто ты? Это Соланум. Та самая Соланум, о которой мы слышали в святилищах. Перед нами воплоти. Но, на самом деле, скорее всего, это всего лишь ее эхо, и она сама предполагает, что давно уже не жива. Она рассказывает о своем клане, о том, чем является квантовая луна, ну, в общем, часть того, что мы уже знаем. А про око вселенной говорит, что никто не знает, что будет, если войти в него. Если мы спросим про себя, то Соланум ответит, что если бы она знала наш язык, то задала бы очень много вопросов. А еще и нравятся наши четыре глаза. Пацаны, походу, это намек, ща-ща-ща будет лучший рис всех времен. Смотрите, ты, я, э-э. У нас с тобой мало общего, но если ты не против, я буду считать себя своим другом. Да ебан! You're your friend, jant! Что ж, тогда нам пора заглянуть в око. Но, мы все еще находимся на квантовой луне. Размечтался. И вот, теперь мы готовы погрузиться сюда. Ориентироваться внутри терновника нужно по сигналоскопу, и сначала мы летим на звук губной гармошки. Рядом с удильщиками необходимо лететь исключительно на инерции. Чуть-чуть пошумишь двигателем, так оно сразу тебя сожрет. И вот, тот самый шпат. Он клевый. Он живет внутри скелета удильщика, и выбираться особо не планирует. Но нам важно узнать, как пробраться к ядру пучины-гиганта. Шпат своими знаниями с нами не поделится, потому что это читы. Но говорит, что тут его корабль где-то неподалеку. Корабль в натуре неподалеку, а рядом проход вовнутрь корня терновника, который ведет наружу. А там лежит большая медуза и дневник шпата, в котором указано, что медуза хорошо защищает от электричества. А затем он пытается съесть ее. Критический провал. Вдобавок, если мы полетим на спасательную капсулу, то мы обнаружим только трупы на май, а неподалеку будет семечка, сигнал из которого послужит нам ориентиром на тот самый звездолет. Звездолет питался от такого же гиперядра, как и проект Час Пепла. Хм. Это может сработать. Мы, в теории, можем добраться до ока Вселенной. Его координаты находятся в модуле отслеживания, который утонул. А потому сначала на пучине гиганта погружаемся под воду, заползаем в медузу и плывем сквозь электрополе. Находим модуль и получаем координаты. Остался последний цикл. Итак, последний цикл. Летим на Час Пепла в момент, когда появятся Башни Близнецы. Херово звучало, да? Нам нужна та башня, перед которой лежит труп. Используем телепорт в момент Песчаной Бури. И мы в ядре Часа Пепла. Здесь же находится хранилище памяти, те самые маски. И гиперядро тоже здесь. Отключаем питание, забираем ядро и возвращаемся на корабль. Начинает играть музыка, похожая на ту, что играет в конце цикла. Не пугаемся, держим курс на звездолет, чиним его и вводим вручную координаты. Запускаем эту ласточку. Мы действительно здесь. Это и есть Око Вселенной. Это нечто плотное, туманное и квантовое, где оно находится, определить невозможно. Здесь все кажется нестабильным, появляются осколки, как на камельке, деревья и прочее. А на полюсе само Око то место, что нам показывала квантовая луна и нам остается только войти в него. Циклон закручивает нас. Что останется? Что будет в конце? Что нам покажет Око? Это обсерватория? Наша обсерватория? Но тут до ужаса тихо. Что здесь написано? Основатели покорителей дикого космоса Шпат, Джилла, Сланец, Роговик. Они хотели исследовать Солнечную систему в преддверии конца Вселенной. Это обсерватория, подводящая итоги нашего путешествия, где все исчезло и все умерло. И Вселенная умирает. Но я не хочу этого. Может есть какой-то выход? Может Око покажет его? Камера отдаляется, показывая нашу галактику, которая рассыпается, как и все прочие галактики. Нет, это светлячки, это галактики в огромном лесу этой Вселенной, где однажды все затухает. Остается лишь пустота, в которой есть сигнал, и он исходит от меня? Что это все? Может стоит успокоиться, присесть и развести костер? Эскер это ты? Здесь кто-то играет неподалеку. Это же Рибик, Шпат, Габра, Кремень и Соланум, если мы, конечно, постречались с ней на луне. Все в сборе? Тогда пора нам сыграть финальную песню. Песню. Подбираем сгусток получившейся энергии и... сгусток сгусток и... Продолжение следует... Продолжение следует... Это была Outer Wilds. Сцена после титров показывает, что новая вселенная была создана, и ее населяют разумные богомолы. И... ну, я надеюсь, здесь остались те, кто уже прошел игру. Вы же понимаете мою проблему сейчас? Я никак не смогу передать эмоции, которые я испытывал, сидя на титрах в первый раз. Это был настоящий катарсис, которого не испытать во второй раз. Финала величественнее, финала грандиознее представить сложно. Есть вот спор, да? Там, добравшись до центра галактики, Стив намекает нам на реальное солнце и землю и дает посохи жизни. Но мы, по сути, остаемся теми же, кем и были. Просто странником на жестяной посудине. Хотя есть Старфилд. Хе-хе. Я прошел Старфилд сразу после Outer Wilds. И увидел в единстве лишь жалкую пародию науко-вселенной. Идея-то хорошая, но вот реализация. Хе. А тут мы познаем все тайны древней цивилизации. Узнаем, что они искали и заканчиваем их путешествие. Доводим его до финала, до которого они сами не смогли дожить. И нашими действиями мы перезапускаем вселенную, спасая ее. Наблюдая за звездами на часе угля, Кремень говорит, что ему все сложнее ввести Атлас. Звезды превращаются в сверхновые слишком часто. Это даже видно на Скайбоксе во время игры. Это сигнал того, что не только нашему солнцу осталось немного. Всей вселенной осталось немного. Но если есть вариант все исправить, создать что-то новое из чего-то старого, то я сделаю это вместе со своими друзьями, благодаря которым я здесь. Мы соберемся у костра и споем в последний раз. Ведь когда мир на грани разрушения, нам больше ничего не остается, кроме как воспевать это. Что я сейчас спизданул? Мне реально сложно объяснить, что это было, потому что после финала остаются только эмоции. И ради этого стоит играть в Outer Wilds. Хотя, если ты здесь и ты не играл в игру, то я тебе только что все испортил. Вот в этом и суть того, что это игра, которую можно пройти единожды. Второго такого прохождения больше не будет. Нет, так-то со многими играми и фильмами так, но просто да, такого экспириенса больше не повторить. Но это не единственная концовка, кто бы мог подумать. Уничтожение пространственно-временного континуума это тоже концовка, как и смерть персонажа до начала петли. Сломать пространство и время можно еще одним способом. Нужно дождаться сверхновой внутри часа пепла. И как только откроется черная дыра, прыгнуть в нее. На следующий цикл можно заметить две метки «Вы здесь». И прилетев на час пепла, ты встретишь себя. И даже поговорить с собой сможешь. Концовка изоляции предполагает забрать гиперядро и улететь за пределы солнечной системы. Солнце взорвется, а мы продолжим дрейфовать в космосе, пока у нас не кончатся припасы. Или мы просто можем разделить нашу судьбу с Саланом, притащив гиперядро в шестое положение квантовой луны. И наша судьба и жизнь, так же как у Саланом, остается квантово неопределенной. И похожие же концовки есть и с DLC Echoes of the Eye. Да, кстати про DLC. Если вы не против, то про Echoes of the Eye я буду рассказывать вольно, стараясь не подсматривать в текст и без особой структуры. И это не лень, это метанарратив, ведь у дополнения тоже нет структуры. А еще его можно начинать проходить в любой момент игры, независимо от прогресса и даже независимо от сейва. Но лучше это делать все-таки, когда основная игра либо пройдена, либо ты хотя бы знаешь сюжет. Так вот, в дополнении в обсерватории открывается выставка, посвященная NextGen спутнику, с которого на радиовышке уже вывесили фоточки. Одна из них зафиксировала неизвестное небесное тело, которым оказывается космическая станция, скрытая за полем, поглощающим свет. Станция эта не принадлежит ни камелянам, ни намай, и немногочисленные надписи здесь на неизвестном языке. А сама станция... Да, даже тут онлайн больше, чем у Halo Infinite. Нет. Перемещаться здесь придется по реке на плоту, с крутым саундтреком, кстати. Нам предстоит исследовать быт... Шиконоконококоштантанов. Вообще их вроде как зовут Элки, но в сценарии у них нет имени. Максимум обитатели незнакомца. И вот в один момент плотину прорывает, и поток воды разрушает некоторые структуры, что блокирует нам прогресс аж до следующего цикла. И начнем сразу же с критики. Одна из основных проблем DLC это однообразность и репетативность. Казалось бы, мы тут про временную петлю все-таки разговариваем, как это вообще может быть проблемой? На самом деле очень просто, учитывая, что оригинальная Outer Wilds всегда могла предложить отвлечься на другой пазл на другой планете. К исследованию всегда было много разных подходов, и даже в пределах одной планеты было какое-никакое разнообразие. Здесь же у нас одна космическая станция на все прохождение с одним биомом, одним путем и одним основным входом. Запасной пока не берем в расчет. И эта проблема была бы менее существенной, если бы до станции еще не нужно было тратить время на полет. После довольно свободной основной игры дополнение ощущается более замкнутым. Ты двигаешься всегда в одну сторону, потому что течение реки, и чтобы вернуться назад, тебе обязательно надо пройти реку полностью. Касаемо отсутствия структуры у дополнения, смотри, как я уже и сказал, здесь нет текста, а который есть, не переводится никак. Нет, ты, конечно, можешь пойти к Галлу и спросить у него про настройку переводчика на язык вот этих самых шиканоконококоштантанов, но он скажет, что принеси-ка мне, пожалуйста, 100 образцов текста и дай полгода. Расшифровываю, перевода не будет. Но он не то чтобы нужен, так как повествование здесь ведется исключительно через окружение и через специальные артефакты. Диамагазины со слайдами и вот такие посохи с ведениями. Проблема в том, что они дают очень размытые наводки на то, что нужно делать. Так еще и многие слайды просто сожжены. И приходится либо искать другой путь, либо додумывать. И рассказанная история здесь практически никак не коррелирует с геймплеем и тем, что нам необходимо сделать, чтобы пройти дополнение. Опять же ванильная игра. На Майя искали Око Вселенной, они оставили после себя все инструменты для этого, мы ими пользуемся, чтобы найти Око. И давай уже о местном сюжете из того, что можно узнать, скажем так, в первую половину. Значит, была цивилизация оленьих брейнротов. Жили они на планете возле, буду называть это Сатурном, потому что кольца. И вот они поймали сигнал Око Вселенной и решили полететь на него. Для этого они соорудили станцию буквально ценой всех ресурсов на планете. И вот они прилетели, Око сказал им, ну походу какой-то матюк, шиконоки обиделись и сожгли все свои храмы Око Вселенной. Но планету они свою разрушили, возвращаться с овалением было некуда, а тоска по дому нагнетала. Поэтому они решили воссоздать планету в виртуальной реальности, куда они погрузили себя на веки вечные. А саму станцию скрыли от посторонних глаз. Но появился какой-то бунтарь, видимо что-то сделал и его дружно заперли в саркофаг, а тот погрузили в подводный колокол. После чего снова легли спать уже точно навсегда. И вот наша задача, ну видимо найти этого самого узника и распечатать его, чтобы пока не ясно. И вся вот эта рассказанная история для решения основной головоломки вообще не нужна. Она нужна только чтобы войти в эту самую головоломку, которой является эта самая симуляция. А именно нужно взять артефактную лампу и заснуть с ней в одной из башен возле зеленого костра. Внутри симуляции темно, как в жопе у кого ты родился, если отозвался. А в некоторых местах патрулируют эти самые элки, которым если попасться на глаза... Они потушат твой фонарь и выкинут тебя из сна. Что приводит нас к необходимому стелсу, который, честно, вот вообще не к месту, особенно с ограниченной видимостью для тебя. При этом ты бродишь по лабиринтам и решаешь головоломки с помощью этого самого фонаря. Здесь вообще все построено на свету, что экшли прикольно. Ты буквально зажигаешь и тушишь себе различные пути. А локации, по которым ты бродишь в симуляции, основаны на том, что ты, в общем-то, видишь на самой станции. Только здесь они не в разрушенном виде. Сама эта симуляция нужна тебе, чтобы найти подсказки в ней и познать три основные механики. Во-первых, охранные системы. Турели, которые, если тебя палят, то пробуждают ото сна. И как именно нужно их проходить? Ну, вот намек. Тебя не пробудят ото сна, если ты будешь спать вечным сном нахуй. Ну ты понял, да? Во-вторых, в симуляции есть баг, что если оставить фонарь и отойти от него, то сама симуляция предстанет тебе в виде вайрфрейма. И многие вещи будут подсвечиваться, что может быть полезно. Ну а третий это вот эти терминалы, коды от которых спрятаны вот в таких чемоданчиках. Так вот, внутри колокола тоже есть костер, а под ним, внутри симуляции, находится пещера, где и хранится саркофаг. Там же есть три тотема, которые надо затушить, чтобы снять печать, но до тотемов требуется добраться. И у каждого есть свой терминал, где левый, ну, построит мост, средний притянет плот, а правый отключит турели на мосту. Ну, казалось бы, осталось только найти коды от каждого и просто пройти, да? Хуйна! В игре действительно есть оцепка о секретной комнате в одной из башен, и там действительно есть чемоданчики с кодами от этих самых терминалов. Подобные уже можно было видеть в игре на другие терминалы, и, казалось бы, вот оно решение. Но, картинки с кодами сожжены. И, я скажу даже более, на самом деле у этих терминалов нет решения. По крайней мере, в пределах самой игры у этих терминалов действительно нет решения. И что они, что эта зацепка существует, по сути, просто для того, чтобы тебя запутать. Что, на самом деле, является очень нехорошим элементом головоломки. Я бы даже сказал, это одно из худших решений в дизайне головоломок. Это как, ну, возьмем для примера тестовую камеру в Portal 2, задача в которой положить кубик на кнопку, чтобы открыть дверь. И вот вначале ты подбираешь этот куб, идешь проходить карту, используя его и его собратьев для решения паззлов, чтобы в конце обнаружить тупик и понять, что достаточно было просто повернуться и закончить тест. Вся остальная карта — это лишний элемент, из-за которого камера является не головоломкой, а тестом на внимательность. И тут, по сути, то же самое, потому что вот итоговое решение финального паззла. Подбираем артефакт и умираем на второй башне, потому что там проще всего добраться до плота. Плывем в тоннель и, как только оказываемся в темноте, спрыгиваем в воду. Это не убьет нас в этом случае, а телепортирует в хранилище, так что мы окажемся в воде по колено. Доходим до острова с плотом, снимаем центральную цепь и безопасно приплываем к саркофагу. К тотему справа мы просто проходим, так как мы мертвые и турели нас не палят, снимаем печать. А левый терминал, ну, я наебал чётко, код у него есть. Убрав фонарь, становится видно мост, который мы регулируем с помощью этого самого терминала, по сути, вводя тот самый код. И снимаем финальную печать. Да, это и есть решение, и оно не относится к истории, рассказанной нам. Оно, конечно, отражает наш личный прогресс, потому что мы этому сами научились, и я бы даже это ценил, если бы процесс обучения не был бы таким душным, а головоломки были бы, ну, более логичными, что ли. Опять же, в оригинальной игре всё, что мы находили, абсолютно всё было полезно в финальном решении. Как минимум, оно нас грамотно к нему подводило. Абсолютно всё. Ну, ладно, кроме кометы, может быть. А здесь ты буквально находишь решение, и оно тебе не поможет, просто потому что, ну вот теперь оно не работает. Ладно, хрен с ним, что у нас происходит по итогу? Мы освобождаем узника, и с помощью посоховедений он рассказывает нам то, что рассказано не было. Оказывается, элки увидели в оке вселенной опасность, которая уничтожит эту самую вселенную. А потому они решили скрыть этот сигнал с помощью дрона. Узник же решил, что сигнал ока может быть наоборот кому-то важен, ну, или хазыч он там решил, но, короче, он проснулся и отключил блокировку сигнала ока. За что на него все обозлились, но и накол его посадили. Точнее, в саркофаг. А потом снова сигнал заблокировали и легли спать. И да, вот эта кратковременная разблокировка сигнала, это и есть причина, почему на мае поймали сигнал ока всего единожды, и больше не ловили его никогда. После рассказа узник отдаёт посох протагонисту, чтобы он рассказал свою историю. О том, как на мае поймали сигнал ока, о том, как Габра нашёл остатки их цивилизации, и как в музее наш маленький камелянин, увидев инопланетные структуры, уже тогда мечтал стать космонавтом. После чего оба выбираются из хранилища и уплывают на плоту в закат. Конец. На следующем цикле мы можем уже просто пройти игру и встретить узника вместе со всеми, где он уже добавит, что, возможно, его кланом просто овладел страх. Но бояться больше нечего, так что пусть он тоже возьмёт свой термин вокс и сыграет с нами. Кстати, отдельно отмечаю, сочетание пианино саланума и термин вокса просто бомба. Ну и в принципе это всё. Ставлю эху 5 из 10 и рекомендую только если вы изголодались по игре. Что же я могу сказать по итогу? Космосимов существует много, и как по мне, ни один из них не работает как космосим. Ты можешь воссоздать симуляторное управление шаттлом, можешь сделать большие вселенские просторы с тысячей планет, нет, 18 квинтиллионов планет, на которых будет нечем заняться. А издалека это будут просто джипеги на скайбоксе. Outer Wilds это лучший космосим, потому что она даёт тебе космос. Она даёт тебе полноценную, небольшую, но верно функционирующую систему, историю, что здесь произошла, и инструменты, которые позволят тебе эту историю раскрыть. Эта игра, как по мне, лучше всех передаёт дух исследования космоса, даже в пределах одной маленькой солнечной системы. И делает она это потрясающим. Контента в ней, ну не то чтобы прям много, но его качество находится за пределами. Эта игра хороший пример того, что вместо тысячи планет достаточно одной зефирки.